Музыкальный спектакль в двух действиях «Конёк-горбунок» от театральной студии «Слово», что называется, увидел свет в конце октября. Обрещение гостя областного центра, посетившие премьеру, потом признавались, это было увлекательно, ярко и очень профессионально. Такие отзывы, не скрывают члены творческой группы, приятные, помогают настроиться на нужную волну, как при игре на сцене, так и при подготовке постановок, которых, к слову, у студии за пять лет работы уже насчитывается около десятка. Спектакль музыкальный для взрослых и детей. Были не только наши студенты и преподаватели, но и жители города могли увидеть этот спектакль. В общем-то, отзывы о нашем спектакле очень хорошие. Сегодня в кабинете руководителя студии Ольги Корват кипит работа. В центре внимания – будущая постановка. Ребята готовят к очередному конкурсу спектакль по произведению Василия Шукшина «Стёпкина любовь». Времени на подготовку не так много, но члены дружного коллектива уверены, они справятся с заданием. Как уже делали не раз, хотя признаются, что каждый новый спектакль – это волнение и постоянная работа над собой. Просто такой волнительный момент, когда вот еще чуть-чуть и я сейчас забуду слова. Ну нет, нет-нет-нет, все нормально, все обошлось. И вот каждый такой момент, играешь-играешь и думаешь, ну сейчас этот человек отыграет, тут мои слова, главное не забыть. Сейчас каждый раз вот начинаешь все больше и больше волноваться. Думаешь, я так раньше не волновался, я такой был, а сейчас не, что-то послабел. Когда на сцену выхожу, я в основном испытываю эмоции героя. А вот когда после этого, у меня просто шквал эмоций, не знаю, куда их обычно деть. Пытаешься понять, что вот, отыграл, ты молодец, все хорошо. И много-много радости, то, что ты смог сделать, то, что как бы планировали не только ты, то, что хотел, и то, что руководитель на тебя надеялся. На стене кабинета около двух десятков дипломов. Каждый из них дорог по-особому, как признание труда и его эффективности. Однако не только и не столько ради высокой оценки работают, не покладая рук, члены творческой группы. Для них возможность такой самореализации необходима и, что немаловажно, любимая часть жизни, без которой они себя уже не представляют. А потому уверены, что и сегодня, и в будущем театр, сцена, аплодисменты зрителей и трепет перед выходом на подмостки будут сопровождать их всегда, пусть и в качестве хобби, но такого, которому отдаешь себя без остатка. Продолжение следует...